Очень бесполезно работать со всем вышестоящим. Нужно всегда найти первую причину. Родничок, с которого все начало. Единственное, что мы делаем, это поднимаем уровень С2 искусственным с помощью дыхания. Хоть проноям, хоть метод бутыки, хоть дыхание жизни. Это в день по фразе 14 дней. Но через 14 дней этот человек совершенно другой. Он веселый, жизнь приобретает краски. Понимаете, метод такой, что нужно просто брать и самому каждому работать за себя. Здравствуйте, Станислав Иванович. Я безмерно благодарна Вам, что Вы нашли время прийти к нам на интервью. Я знаю, что Вы создатель безлогичного метода. Расскажите, пожалуйста, что это и как начинался Ваш путь? Здравствуйте. Я сразу не успел поздороваться, уже пришлось. Так, вопросов много выслушал. Значит, я, в общем-то, путь, наверное, очень сложный. Длинный у меня. И я, наверное, в жизни своей поменял множество профессий, прежде чем понял, для чего я создан. Как бы природа моя. Ну, достаточно сказать, что только 60 лет я пошел учиться в университет на ту профессию, на которой сейчас является моей основной. И я, кстати, хочу сразу сказать, что лучшие мои 10 лет – это с 60 до 70. Вот, потому что они нас тут позволили осознанно обучаться, очень быстро пройти путь до академика. Сегодня я уже заслуженный академик. Вот. И самое главное, что то, что ты делаешь, находит очень большой отклик среди людей, и очень людям это необходимо. Вот факультет, на котором я обучался, называется факультет практической психологии, кафедра валиологии. Ну, валиология – это наука здоровья. В отличие от медицины, она учится не лечить болезни, а учится жить без болезни. Вот. Ну, и вот одна из особенностей – вот если человек не занимается серьезной психологией, он это может не знать. Но тот, кто занимается психологией, кто как бы начинает в нее погружаться, он сталкивается с очень сложной проблемой одной. А наше человечество практически на 80% все живет в стрессе. Есть известное мнение, то есть известных психологов, например, такой известный психолог, как Ганс Салье, канадский, он говорит следующее, что если ситуация-то не поменяется в течение 50-100 лет, то через 100 лет мы будем иметь планету шизофреников, и дальше все будет неинтересно. То есть нагрузка все увеличивается. Вы посмотрите вот внимательно. Существует тысячи разных медицинских центров. У нас есть тысячелетняя культура медицинской психологии, существуют религии, существуют такие древние методики, как йога, тысячелетняя культура, да? То есть очень большой такой мощный аппарат человечества наработал, культура работы над собой. Однако продолжает увеличиваться количество человек, людей, которые живут в очень сложных ситуациях, в стрессе, в страхе и так далее. О чем это говорит? О том, что все, что мы имеем сегодня, оно не справляется с реальностью. И должно появиться нечто новое, чтобы могло решить эту проблему. Когда я это понял, я понял, что здесь не новая религия, не новые психологии, никто не решит проблему. То есть нужно как что-то, нечто такое простое и доступное, чтобы человек взял и исправил то, что у него плохо. То есть проблема-то в человеке в самом. И я все время представлял, представьтесь, что вы сели, вам поставили первую дыбиться вкусное, все, но ложки не принесли. Ну и что делать? Ладони не будешь черпать и кушать. То есть не хватает инструментов психологических, практической психологии, которые бы позволили решить какие-то задачи. Я вам попытаюсь сейчас объяснить, чтобы вы меня поняли. Допустим, вот сейчас на данный момент у нас уже таких инструментов 34, которые решают все спектры. И базу мы начинаем, когда с методом знакомых людей, всего 10 инструментов. Но освоивая эти действия инструментов, человек может решать любые задачи. И вот среди этих инструментов есть инструменты поиска истока. Вот самая прелесть метода заключается в том, что он позволяет очень точно, точечно найти, где лежит первая причина. Например, если у вас головная боль, вы можете пользоваться какими-то таблетками, какими-то обезболивающими. Вы знаете, чем надо пользоваться, чтобы убрать головную боль. Но она никогда не уйдет окончательно, покуда вы не найдете, в чем же причина. Она первую причину убирает. И когда вы делаете поиск и видите первую причину, вы в детстве испугались собаки, то покуда вы этот стресс, связанный с собакой, не уберете, причина не уйдет. То есть возникает необходимость срезать этот стресс. Как этот стресс происходит и как это вообще происходит? Я вам просто расскажу несколько таких примеров. Вот представьте себе, сейчас у нас уже инструменты эти поиска отработаны, нам очень легко. Раньше мы ориентировались через Синельникова, через Лазарева, диагностика кармы. А болит голова. Я не знаю, что они там говорили по поводу головы, но, например, хорошо помню, если вы плохо видите, значит, на что-то не можете смотреть или не хотите, если болит желудок, что-то не переваривает. И вот это вот, как-то мы от этого отталкивались. Но жизнь настолько разнообразная. Я смотрю, вот за Лазарем он всю жизнь, вот это все изучает, это громадный такой объемный знаний. И он говорит, это сейчас вот немножко не так, я это вижу уже по-другому. Почему? Потому что жизнь невозможна в какие-то рамки вытолкнуть. Это фантазия, это творчество, это все время по-разному. А когда находишь инструмент, берешь инструмент поиска истоков, можно очень-очень точно найти то, чего оно-то соответствует по большому счету. Но как, точно как, вот здесь найти невозможно. Ну вот, я вам просто приведу два примера. Женщина приходит и говорит, что, Саня Александрович, два года начала болеть, хожу по врачам, вроде бы чуть легче опять, а в итоге все хуже и хуже. Я говорю, хорошо, давайте сделаем поиск. Я запускаю поиск, потом немножко расскажу, как он делается. И женщина через время говорит, я все понял. Я говорю, что вы поняли, рассказывайте, потому что я пока ничего не понял. То есть не я нахожу, не я говорю, я вот у вас в судьбе там что-то там, человек сам говорит, что вы увидели. Ой, Саня Александрович, два года назад пришел домой пьяный муж. Я уж с ним сколько говорила, переговорила. Вот, и опять пьяный. И я в таких сердцах говорю, чем с тобой делать, он жить лучше сдохнуть. И в сердцах она так это искренне сказала, что включила механизм самоуничтожения. То есть начинает работать программа самоуничтожения. Она срабатывает, есть российский ученый Петр Греев, который показывает, как вот эти стрессы, как эти программы развиваются на протяжении десятилетий. То есть это медленно, но это процесс умирания. И вот два года этого умирания, оно хорошо показывает, как человек попадает в эту ситуацию. То есть чем так жить лучше сдохнуть, вот первая фраза, которую надо как-то убрать. Вот представьте себе, что вы хирург, вы видите опухоли, а у вас скальпеля нет. Как вы ее уберете, да? То есть в хирургии это понятно, взял скальпелем, удалил. Вот точно такой скальпель нужен здесь. Второй пример. Девушка лет 35. Симпатично, симпатично. Приходит и говорит, что я скажу, честно, как я выгляжу, прекрасно. А что мужику глаз нет? Да, есть у нее все это, что-то работает. Так что уже работает, да-да-да-да-да. И начинает рассказывать. И давайте сделаем поиск. Делаем поиск, и она видит следующее. Ей лет 12. Она маленькая, но симпатичная. Хорошо это создает. Сидит перед зеркалом в доме родительском. Смотрит на себя и мечтает, как она станет взрослой. Какой у нее будет муж, какая у нее будет фата. Ну вот такая детская, детская, наивная мечта. И она так погружена в это. Она наедине с собой. И вдруг раз, дверь, раз, вздрогнула. Мама только заглянула. Да кому ты нафиг нужна? Мама с полузгляда все поняла. Да, о чем мечтает девочка. Она, видно, и сама когда-то мечтала так. Кому ты нафиг нужна? 12 лет. И 35 лет им нафиг никому не нужна. То есть, чем так жить лучше сдохнуть? Да кому ты нафиг нужна? Те фразы, которые мешают, они начинают разрушать. И возникает вопрос, как это убрать? То есть, как это срезать? И вот такой инструмент, первый инструмент, первый, с чего мы начинаем. Терапия ключевых слов или срезание негативных программ. Вот у нас есть две ключевые фразы, да? И как с ними сработать? Вот это была очень важная для меня задача, потому что я с этим сталкивался очень много раз. И всегда доходил до этого стресса, понимал, что именно в нем. А как его убрать, нет. Причем же мы уже и медикаментозно как-то пытались. Ничего не работает. Нужно было что-то придумать новое. И я случайно попал на литературу научную, где был описан такой случай. Наш мозг в него держит монотонность. Дословно. Если человека заставить работать на конвейере и думать только о конвейере, он может погибнуть через несколько минут. Я думаю, ну как так? Я работаю на конвейере, думаю о конвейере, и вдруг погибаю. Но когда мы начали экспериментировать с монотонностью, я был поражен. То есть монотонность имеет очень разный характер. Есть позитивная монотонность, есть негативная монотонность. Вот позитивная монотонность, когда вы говорите, я красивый, я красивый, я красивый, вы начинаете потихонечку хорошеить, вы начинаете становиться красивее. На этом работают позитивные аффирмации Луизы Хеи, так работает позитивное умонастроение академика Сытина, которая говорит, я красивый, я здоровый, и такая морда красивая, здоровая. Но если у вас лежит в душе какой-то стресс, который через пять лет приведет к раку легких, то вы от него никакими аффирмациями позитивными не избавитесь. Я внимательно изучал всю работу Луизы Хеи, понял, что она убрала свой рак, когда била подушки руками, потому что очень близко к тому инструменту, что я нашел, она сделала эмпирически, интуитивно, понимаете? А дальше все, что написано, очень хорошо, но не в ту степь. И я начал экспериментировать с монотонностью, но дал мозгу думать о чем хочешь, а зацикливал только на ключевой фразе. Ну и мы начали это хорошо в университете изучать. Так как у нас современная аппаратура позволяет продиагностировать по минутам, что происходит с организмом, вот, можете представить, человек плачет, редает, а его энергетика растет, 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 растет. И 10 минут, 20 минут, 30, вот динамика. Первые 10 минут никак не реагирует человек, потом вторые 10 минут, 20 минут, когда он начинает возмущаться, говорит, елки-палки, какая фигня. То есть мозг, он же построен на логике, да? И он чувствует, что он попал в сложную ситуацию, он начинает себя защищать. Чем он защищает себя? Логикой. Какая фигня? Зачем тебе это надо? Поэтому тут логика вообще должна отсутствовать. Ты прежде, чем начать делать упражнение, ты осознаешь, что целый час логикой не будешь заниматься. То есть возьмешь, тупо сделаешь. Мозг хороший инструмент, но после того, как он снимет стресс, ты можешь проанализировать. А сейчас он будет против. Потом он чувствует в 2-е 10 минут, что это обучение не заканчивается, подает депрессию, такое депрессивное состояние. И в 3-е 10 минут, это полностью такая безысходность, подавленность. И вдруг в конце 30-й минуты включаются совершенно другие механизмы. То есть он понял, что надо серьезно себя защищать. И он начинает снимать эту программу негативную, и одновременно останавливается внутренний диалог. То есть если вы возьмете классическую йогу, то там никогда не займутся практикой, если не остановят внутренний диалог. Как они это делают? Они концентрируются на верхней губе, там 2,5 суток думают только о губах. У нас с 30-й по 50-й минуты идет мощнейшая остановка внутреннего диалога. И вы выходите на следующую финишную прямую, где-то на 50-й, и последние 10 минут вдруг начинаете ощущать, что как будто целая бетонная плита с вас с плеть свалилась. И вы тут плакали, рыдали. Все, и под конец вдруг такое мощное облегчение. И очень интересное явление происходит. Смотрите, вы идете по улице, выскочила собака, вы ее испугались. Классическая медицина говорит следующее. Начинает меняться состав крови, изменяется запах тела, изменяется потовыделение. Все функции. Это изменение классическое приводит к очень многим деформациям в негативную сторону. Но когда мы... Это все секунды. А когда мы час проработаем и снимем, это включается в течение трех дней, трех суток, полностью меняется состав крови, позитивно, изменяется потовыделение запах тела. То есть вся клиника начинает возвращаться в норму. То есть не надо делать уколы, не надо припили и так далее. Поэтому у нас такой есть шуточный девиз, день бежим, три дня лежим. То есть если вы хорошо поработали... Ну, день в прямом смысле... То есть разные же уровни стресса. Это если вы поработали очень мощным, а если там есть более слабые такие воздействия, например, вы любите курить, а я вас заставлю повторять. Хочу курить, хочу курить, хочу курить. Мы можем эту программу стереть, и вы перестанете курить. То это очень мягкая программа. Она работает очень легко. Поэтому этой программе можно шесть дней подряд работать и не получить той нагрузки, которую при стрессе за один час получаем. Поэтому параметры такие. Вот вы работаете, работаете, чувствуете, что вы устали. Вот я вам просто расскажу такой случай. Женщина звонит мне недавно. Говорит, Станиславович, так плохо, так плохо. Что делать? Говорит, что делала? Шесть дней практиковала. Говорит, шесть дней ничего не делала. Через три дня звонит. Станиславович, лучше стало? Я говорю, знаю. Через три дня процессы закончились. Говорит, только мне расскажи, что с тобой сегодня происходило? И она сразу ожила. Говорит, ой, Станиславович, иду по улице. Мужчина идет с цветами. Увидел меня, и цветы выровнил, и верю. Потому что она набросала. Там есть такая особенность, которую мы открыли, которая поражает нас. Когда вы забираете негативную психическую энергию на свое тело, тело в течение трех суток полностью трансформирует в позитивную физическую. И ваша аура увеличивается. Я даже могу вам, так сказать, очень быстро показать у меня мобилу. А, я его выключил, сказали. Там пока, да я потом после зайти я включу, покажу. Как аура до практики, вся пробитая такая. И через час тот же самый человек. Буквально час. И как она сразу меняется, трансформируется. Вторая женщина тоже звонит. Говорит, Станиславович, плохо, плохо. Я говорю, так, три дня ничего не делай. Хорошо. Звонит под вечер. Говорит, как дела? Говорит, ничего. Говорит, отлично. Надо продолжать дальше и дальше. А что происходило сегодня? Ничего. Говорит, просто ехала в такси. И начала рассчитываться. Говорит, таксиста говорит, не надо мне платить. Она говорит, чего, как? Я, говорит, таких королей еще не возил. То есть, когда вы проработали несколько дней, набрали очень большую массу психической энергии на тело, тело начинает работать, и вы дали разумный ему отдых, оно приобретает такую силу, что люди все, даже не сведущие, а ни в чем, начинают эту силу чувствовать. Ну, вот такой механизм. Теперь, вот если возвратиться к нашим истокам, да, чем с тобой идиотом жить, лучше сдохнуть. Человек закрывает глаза, целый час повторяет, плачет, рыдает его, типает, под конец начинает улыбаться, проблем больше нет. Как это работает? За счет того, что мы нагружаем так монотонностью негативность, что мозг вынужден на определенном этапе, чтобы себя сохранить, включить сверх защиту и просто снять эту программу. Получается, что человек перестает испытывать те эмоции, которые он испытывал исходя из этой программы? Мы начинаем работать, человек плачет, заканчивается, он уже улыбается. Причем этот переход от негатива к позитиву бывает такой быстрый и резкий, что сначала этот смех выглядит идиотски, а потом он начинает потихонечку приходить в себя. У меня иногда в группе, когда идет работа, и у кого-то возник такой быстрый переход, он начинает идиотски подхохачивать, и рассмешит всю группу, и все стрессы, наверное, исчезают. То есть эффект еще быстрее, и эффективнее происходит. А что происходит после этой практики, когда человек возвращается в эту ситуацию, то есть ситуация опять повторяется? Боже, все, он абсолютно другой, у него нет этой проблемы. А в случае с этой девушкой, ну вот, ее муж опять пришел пьяный, что ей в этом случае? Опять пришел пьяный, что же мне теперь делать? Но она с улыбкой это говорит, говорю, теперь я вам рассказываю другой момент, как мы это будем убирать. Вот смотрите, тут тоже очень интересный вопрос, это уже как бы сфера других инструментов, те, которые чуть позже мы изучаем. То есть я вам рассказал о самом первом совете, давайте мы закончим, а потом перейдем к этому теме. Вот смотрите, вот мы познакомимся с одним инструментом, что он может? Первое. Он может срезать все ваши страхи, может остановить ваш внутренний диалог, убрать панические атаки, убрать депрессию. Представьте себе, значит, каждый человек, который пьет антидепрессанты, он имеет в своем подсознании программу самоуничтожения. Как она появилась? Она появилась самой, вот как бы этой женщине, пришел пьяный, говорит, всем собой идиотом жить, лучше сдохнуть. Но самое интересное, что если эта программа есть, то она там не одна. У кого уже сильная грязь, у кого там чуть-чуть есть редко, то одна-две программы. А так, когда уже человек находится в стойкой депрессии, это от пяти до двенадцати как минимум. И я даже, не мучая лукава, говорю, так, садись, закрывай глаза, бери, вот рядышком положили тетрадку и ручку, и с закрытыми глазами начинаю повторять одну и ту же фразу, не хочу жить. Он говорит, чего ты? Я говорю, давай-давай, сделай. И каждая фраза, которая тебе придет, ты ее мысленно записываешь, открывай глазки, записывай, закрывай глазки, продолжай работать дальше. И вот человек сидит, 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 проходит минут двадцать, и вдруг открывает глаза, записывай, потом еще сидит, сидит, еще записывай. И выходит немного, четыре-пять фраз новых. Чем так жить лучше? Сдохнуть, у меня нет будущего, я пустое место. Вы знаете, сколько вот этих вот, это, но, теперь, когда она сняла первую фразу, не хочу жить, теперь она должна на следующий день взять вторую фразу. Когда она записывает, работает со второй фразой, опять получается две-три записи. Потом она берет с третьей, еще одну запись, потом с четвертой, записи не появилось. Потом она прорабатывает все, и в итоге она проработала, допустим, четырнадцать фраз. Это в день по фразе, четырнадцать дней, но через четырнадцать дней, это человек совершенно другой. Он веселый, жизнь приобретает краски, ему хоть... Понимаете, я ему один раз показал человеку это, рассказал все, и он сам собой работает. И через четырнадцать дней избавляется от сложнейшей депрессии. Но самое интересное, точно так же можно работать с шизофренией. У меня по воле случаев 15 шизофреников, все 15 абсолютно здоровых людей. Самый крупный, в кавычках, шизофреник, которому 20 лет стажа сегодня женился, есть дети, водит машину. Правда, сейчас уехал в Польшу работать. Значит, такая ситуация на Украине, что выгнала ваш Польшу. То есть, в чем тут суть? И здесь очень много трудов, всевозможных ученых, читая по шизофрени, есть такие умные статьи. Прямо вот у меня мозгов не хватает, чтобы даже осознать до конца, что они там пишут. Но в итоге я понял, что это все бред сумасшедший, потому что на самом деле шизофрения простая вещь. Все 15 случаев, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не до конца весь объем изучил, потому что я не изучал это специально, но появляется. Значит, я просто сейчас расскажу, вы все поймете. Вот этот парень, которого мама привезла в тот момент, когда у него было более-менее нормальное состояние, я встречался всего один час. Мы встречались всего один час, но для того, чтобы вылечиться, он потратил больше четырех месяцев. Так вот, я вам просто расскажу. Привезли этого парня, я один раз с ним встречался. Мама в тот момент, когда он был в более нормальном состоянии. Я спрашиваю у них, когда это началось, после восьмого класса, а что произошло в восьмом классе? В восьмом классе во время переменки играл в снежки. И подцепил случайно, даже не хотелось, старшеклассника, и тут рухнул. Он скакивает, обозленный, хватает с него шапку в лицо, дает, и говорит, задушу. И когда он начал его душить, тот начал задыхаться. И в момент, когда он испытал задышку, вот с этого момента включилась шизофрения. Я уже знаю, если это произошло, значит, еще когда-то было аналогичное ощущение. То есть это второй стресс, а первый был подобный, где-то глубина в прошлом. Что я делаю? Да, я тебя задушу, час срезаем, и говорю, вы-то переезжайте домой. И каждый день, пусть он мне звонит, мы будем с ним работать. Что мы делали каждый день? Вот я вам сейчас рассказываю, интересная работа. Один час и четыре месяца работы. В день я тратил 2-3 минуты на него. Значит, чего я боюсь? Он отвечает, боюсь там умереть. Я говорю, закрывай глазки, целый час поработай. Через неделю я ему уже не задавал вопросов. Он мне звонит, говорит, бодрее становится, стресс снимается, он все живее, живет. Сиславович, сегодня я нашел вот такую фразу, и так срезал. И так мне хорошо, я говорю, хорошо, завтра звони опять. И дальше мне уже легко было. Он позвонит, расскажет, какую он программку. Иногда ему хуже, иногда лучше, я ему что-то иногда подскажу и так далее. Прошло так три месяца. Вот срезал, срезал, а я терпливо жду, да. Потом он звонит со слезами назад. Слезалович, мне ничего не получается. Я говорю, что, что не получается? Я стресса даже не нашел. Я говорю, может, закончилось? Что, правда? Ну, на данном этапе, да. Теперь давай бы так. Ты не звонишь до тех пор, пока стресс у тебя где-то не вынурнится глубиной души, тогда опять позвонишь. И прошло месяц и пять дней, он не звонил. Потом звонит, говорит, Станислав Иванович, сегодня проснулся, ощущение, что будто я стою по нижнюю губу в воде и вот-вот захлебнусь. Я говорю, давай эту фразу срежем, вот-вот захлебнусь. Он ее срежает, радостно бежит к маме, говорит, мам, сегодня мне Станислав Иванович нашел такую фразу. Я так классно себя почувствую. Она, мать, сидит, платье, говорит, сынок, я же тебе не рассказала. Я, когда тебя рожала, у меня не отошли воды. И все думали, что ты захлебнулся, но ты остался жив. То есть он захлебывался во время рождения и второй раз включила. И вот так везде, работая с девочкой в Молдавии, значит, мамы с папой ее купают в корыте, им это три месяца. Начали целоваться, глядя, она уже тонет. Откачали. А потом ехали в поезде, приезжали, она начала задыхаться. И пошла же, что за предель. Понимаете, вот везде одна и та же картина. Накладывается один стресс на другой, и крыша едет. И вот я тогда вообще не сомневался. Я беру последний стресс, срезаю, гоню, гоню, покуда есть стресс. И потом он останавливается, какой-то промежуток. И вспоминается глубины. Снимаем тет и все. Причем этот человек все сам. Это заодно занятие. Понимаете, вот что интересно. Одно занятие, и шизофрения нет. Ну и четыре с половиной месяца работы. Причем иногда бывают такие ужасные у него состояния, там такие волны. Он говорит, мне ничего не хочется, мне хочется кричать. Я говорю, лес есть, есть, пойди там, только чтобы людей не перепугал. И кричит. И вот в лес выходил, и крик выкрикивал себе вот такой вот. Давал ему возможность разрядиться. Но все 15 человек на сегодняшний день абсолютно здоровы. Очень много студентов второго, третьего курса попадают в панические атаки. Видно, нагрузка такая очень сильная. Или что-то. Вот они приходят. И я говорю так, да, что боишься того-то, закрывай глазки. И все, что придет в голову, записывают. И вот они записывают, 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 а каждая новая приносит новые страхи. И иногда растягивается работа на 25 дней. Но через 25 дней жизнь удивительная, прекрасная, все цветная, все стрессы, все закончились. Я вам сейчас рассказал только об одном инструменте. Стрезание инъективных программ. Это самый первый инструмент, правильно? Это первый инструмент. И он, если говорить откровенно, позже мне рассказали, что он перекликается с дионетикой. С дионетикой. Дионетику я и взял в руки. Там такая полустая книга, я поленился ее читать. Все инструменты абсолютно больше ни на что не похожи. Но вот здесь как-то уловилось так, что уже кто-то что-то делает. Может быть, я немножечко под каким-то углом. Ну, хорошо, что догадался. Вы не раз упоминали слово срезание негативных каких-то установок или систем. Что это означает? Ну, вот, означает это применение вот этого инструмента терапии ключевых слов. В чем ее сущность срезания? Ты закрываешь глаза и в течение часа повторяешь одну и ту же ключевую фразу, которую мы находим. Чем так жить, лучше сдохнуть, например. И вот во время повторения, в течение часа, происходит, если вам рассказать поминутно, происходит следующее. Первые 10 минут сознание легко это воспринимает. Вторые 10 минут полностью сопротивляется на уровне логики. Все это ерунда, зачем тебе это нужно. Третье падает в депрессию. В четвертой и пятой кусочки идет мощная остановка внутреннего диалога и меняет сознание. И на 50-е, минуте к 60-е полностью эта программа снимается. Потому что мозг не может ее дальше терпеть, он разрушается. И он ее снимает. А снимает что это означает? Все, у вас стресса этого нет. То есть вы плакали, произнося фразу. А тут продолжаете повторять, и вы смеетесь. То есть программа срезалась. Срезать программу – это пройти этот часовой курс и полностью убрать ее с подсознания. Как это выглядит на уровне энергетики? Вот что бы ни происходило, в течение 60 минут энергетика растет. И растет еще 10 минут. Но потом, если продолжать, начинает быстро падать, и на 90-е минуте вы можете потерять сознание. Поэтому мы работаем инструментом только час. Еще остается 10 минут такой зоны и 20 минут сомнительной. Есть 10 комфортных. Поэтому инструмент, если его соблюдать, вот этот закон, что работает не больше часа, он никогда не может принести какой-то негативный результат. Хотя монотонность – это очень мощное явление. И оно может, ну я говорю, можно и погибнуть даже, если заставить человека работать определенным образом. У нас за время существования школы, она работает официально с 2005 года, а метод начался именно с 2000 года. Вот у меня тут книжечка есть «Потоки живого времени». Если мы посмотрим на даты, когда было написано, вот смотрите, 15-12-99 года, 15-01-2000, а потом еще дорабатывалось до 2009. Вот эта первая частичка книги появилась. То есть основные инструменты появились вот так давно. Ровно в 2000 году, вот на переходе. Ну а школа уже начала работать с 2005 года. Когда мы говорим о срезании, мы должны понимать, что это абсолютно четкая практическая психология, потому что метод очень хорошо изучен. Вот следующий инструмент, который называется «Пересмотр отношений», он позволяет убрать из отношений всю негативную энергию. То есть между нами, когда мы общаемся, вот мы сейчас с вами начали общаться, у меня уже возник определенный канал. Причем я смотрю на вас, вы смотрите на меня, больше у нас позитивно, но всегда есть и негативная сторона. Вот что-то вам во мне не понравилось, что-то мне показалось у вас не так. И у нас как бы параллельно появляется и позитивная энергия, и негативная. Ну представьте себе, что мы знаем друг друга с момента зарождения, я отец, а вы дочь, да? То между нами возникает такой мощный объем информации, здесь и позитивное много всего от любви, и негативное много. И этот негатив, его мало не бывает. Очень мощное воздействие, особенно когда близкие люди. То есть если между близкими людьми есть такой негатив, он начинает трансформировать нашу реальность. Ну если девочке сложные отношения с отцом, у нее будет сложные отношения и с мужем, и с сыном. А если у нее сложные отношения с мамой, закрывается самореализация, и не бывает денег. Мы уже это хорошо знаем, люди еще там пытаются это возразить, но когда они начинают работать сами с собой и видят, что это причина в этом, они уже не сомневаются. Вся прелесть в том, что с помощью метода можно все это проверить на себе лично. Как это в тебе выглядит. Иногда такое открывается, что даже я удивляюсь, потому что я до такой мог и не додуматься. Поэтому вот есть необходимость в этих очистках, в том, что убрать... То, что позитивно, Бог с ним, это прекрасно, это только будет рождать, но убрать все негативное. И когда мы начинаем убирать это негативное, мы из канала забираем на свое физическое тело. А мы что забираем? Психическую энергию. То есть вот эти вот чувства, которые там, допустим, злобы, обиды, и вот эта психическая энергия, которая вкладывается в негативное чувство, когда мы забираем на тело, в течение трех суток полностью трансферируется в позитивную физическую. То есть в результате вот этого инструмента, второго, который называется пересмотр... Да я вам второй только инструмент рассказываю, а их 34. Пересмотр отношений. Значит, душа становится чище, а с тела здоровее. Нечто подобное происходит в христианской исповеди. Если искренне исповедоваться, то ты забираешь из души на тело вот то, своим осознанием. И тоже душа становится чище, тело здоровее. И поэтому все чувствуют это. Но исповедь происходит на уровне слова, а мы работаем на уровне энергии. Совершенно две разные вещи, хотя друг другу не противоречат. Я, когда возникала проблема, как вот эту энергию устранить, сообщение, я начал исследовать все хорошо. И вот в древности это делали как? Обращались к колдунам, знахарям, и вон, обладая силой более мощной, чем магия на этом работает, они могут забрать и сбросить эту негативную энергию на лес, на воду, в магму земли, через свечку. Почему свечки зажигают? Через себя кто-то перерабатывает. Есть такие мощные магии, да? Но когда вы работаете с собой и забираете свой негатив на свое тело, тело трансформирует сто процентов. Там никогда ты чисто не переработаешь. Ты лезешь в чужое поле, и там остаются осколочки, потом идет порода, идет энергетическая грязь, катится по всей земле. А здесь настолько чисто преобразование. Я сначала боялся. Думаю, мне не хотелось сбрасывать на лес, чтобы стояли засохшие деревья. Не хотелось отравлять землю. Не хотелось отравлять воду. То есть надо было что-то сделать очень чистое. И вот этот пересмотр отношения изумительно хорош в этом плане. То есть вы настолько трансформируете реальность. Мы, когда работаем, тоже покажу потом вам, когда работаю, у нас есть такой инструмент генеральная уборка. Мы работаем через свой род со всеми теми людьми, которые род ваш знал. Когда мы начинаем работать этим инструментом, мы затрагиваем колоссальное количество душ и освобождаем землю от гигантской вот этой энергии, которую науки называют яд империум. Видишь, ее видят, как энергию коричневого цвета. Она окутывает землю, подбивает людей к воинам, суицидам. Вот единственное, кто с этим хорошо работал, это монастыри, эти молитвы и так далее. Но поступление превышает устранение. Понимаете? Возникает необходимость в других практиках. Вот есть такой очень мощный инструмент, называется генеральная уборка. Когда мы как бы убираем энергетическую грязь с поля земли через собственное устранение собственного. То есть каждый забирает на себя и полностью ее устраняет. Когда мы первый раз проработали, и муж с женой вышли на улицу и начали фотографировать, пришли и говорят, «Сисалыч, посмотрите, какое редкое явление. Я вам покажу сейчас тоже, все фотографии у меня есть. Вокруг солнца такая круглая радуга. Я такое никогда не видел». Ну, говорю, да, интересно. И первый раз никак не связал это со своими практиками. Но когда второй раз мы работали в Одессе, и мы работали техникой и генеральной уборкой с 11 до 12 дня, и вдруг на следующий день мне приносят газету, где вокруг солнца такая радуга, и написано, «Вчера с 11 до 12 дня в Одессе было редчайшее явление». И когда я уже это прочитал, я начал над этим наблюдать. И еще четыре случая увидел, и я вам четыре фотографии покажу. Они все по-разному. Как эта работа? Вот группа 10 человек, а у каждого громадный род несколько тысяч, а у каждого из рода по несколько сот знакомых. Начинается подниматься такая громадная очистка энергетическая, что Земля это чувствует. Вот через эту вещь вокруг солнца даже такая радуга возникает. Поэтому вот с одной стороны метод научный, с другой стороны мы так глубоко забираем все такие дебры, где уже как бы наука не способна это затронуть, и мы только видим через талант. Вот я вам просто расскажу. Смотрите, когда мы делаем пересмотр отношений, я хорошо понимаю, вижу, как тело перерабатывает негативную психическую энергию, позитивную физическую. И я рассуждал так, а если так работает наше тело, а умершие люди, они не имеют, то надо забирать от них весь негатив, посылать им любовь. И первое же ясновидящее, сказал Сальсонович, мама не хочет работать с мамой умершей, мама не хочет забирать мою любовь. Она говорит, отдай мой негатив, отдай мой негатив. Она просит. Я говорю, ну попробуй. А сам думаю, как же она там без тела будет? У меня только так логика работает, чтобы раз тела нет. Оказывается, это работает еще более интересно и более этот. когда я попросил одну женщину, которую назвали «Жемчужина», в трансценз международного уровня, посмотреть, когда мы работаем родом, что происходит, она говорит, следующее, закручивается вся негативная энергия, идет куда-то вниз, сгорает, золотой энергии души поднимаются. Вот, понимаете, я сюда не залезу своими приборами. И получается, вот где-то вот такая связь от науки к эзотерике, к религии, все прекрасно компонуется, нигде никого противоречия не встречают. То есть, получается, научно это объяснить никак нельзя? Ну, а как? То, что происходит? Нет, научно объяснить на уровне нашего мира, материального мы можем. Прекрасно все, метод изучен, прекрасно работает. Но я же логикой понимаю, что если я говорю, что наше тело способно преобразовать нашу психическую энергию и очень чисто очищать пространство, то как же происходит там в тонком мире? Тел-то нету, но вот эта женщина, причем она вот, знаете, вот сидела, наблюдала, а потом, когда мы ее попросили выступить, она вышла, у нее от волнения дрожали руки. Она говорит, вы не представляете, что происходит? И она нам дала рекомендации, что если вот эту работу продолжить хотя бы раз в неделю, хотя бы по 15 минут, запустится очистка на постоянной основе, и мы всем своим, значит, слушателям рекомендуем каждую субботу у нас в 7 утра, в 7 вечера по Москве, по Украине, потому что и там, и там много людей, если вы по одному времени или по другому, даже время тут не имеет особого значения, будете работать, вы будете чувствовать, что работает с вами очень большое количество людей. То есть люди очень хорошо уже знают эти методики, хотят ними работать и так далее. А с точки зрения науки, как это объясняется? Ну, просто, очень просто, когда, вот смотрите, все очень на уровне физики очень понятно, то есть вы вышли на улицу, да, лето, а недалеко от вашего крыльца лежит пьяный, и вы не могли на него не отреагировать, какая рань уже нажрался, он вам нужен был, не нужен, но как только вы обратили на него внимание, вы создали с ним энергетическую связь, туда потекла энергия. То есть это все можно увидеть. Теперь, как это убрать? Если вы начинаете пересматривать отношения, забираете весь свой негатив, отдаете ему его, может от него вообще ничего не было, он там лежался, то вы начинаете эту энергию забирать, и она полностью нейтрализируется и уходит. Все, ее нет, канала нет. Ну, с пьяным человеком это так сложно, а если у вас проблемы с отцом или с мамой, то тут нужно незамедлительно брать ее работать, потому что иначе вы будете все время проигрывать. Причем, знаете, это 100%. Вот вы можете что угодно. Вот у меня был такой интересный случай. Женщина говорит, Станиславович, но вот тут вы абсолютно уже не правы, потому что вы сказали, у вас проблема с мамой, а у меня мамы нету шести лет. Я говорю, хорошо, я могу ошибаться, давай тогда очень серьезно это изучим, для меня это тоже интересно. Мы делаем поиск и проваливаемся, я не знаю, как вы к этому относитесь, но я работаю этим инструментом, то и дело, вижу, что не я проваливаюсь, люди проваливаются в прошлую жизнь, начинают мне, наверное, чем-то рассказывать, какие-то сказки. Сначала я был в растерянности, потому что я понятия не имел ничего о прошлой жизни и не интересовался. Но я вынужден этим интересоваться, нашел подтверждение в ведической культуре, которое говорят следующее. С момента рождения души, когда она дойдет до жизни в теле человека, душа уже прожила 8,5 миллионов воплощений, начиная со стихий, растительного мира и живой. И я все это вижу подтверждение. И вот когда мы начинаем делать поиск и человек проваливается в прошлой жизни, он видит, сейчас на уровне этих жизней сейчас расскажу, а потом проваливаемся и очень далеко тоже расскажу. Вот я никогда это, я просто был в растерянности. Ну вот, так вот в данном случае с мамой что произошло? Она делает поиск и проваливается в две прошлые жизни. Интересно, вы сейчас поймете, как работает природа, как она нас лечит и для чего мы сюда приходим. В прошлой жизни она была мужчиной, который ненавидел свою мать. Он даже хотел ее убить. После того, как он умер, в следующей жизни он родился мальчиком. Причем во время беременности мама была вообще влюблена в этого ребенка. Она его ждала. Просто обалденно. То есть задача мамы была создать самый... Знаешь, у нас женщина забеременела, говорит, мужу, будущему или настоящему, ну, отцу будущему ребенка, говорит, слышишь, я беременна, говорит, ну и что, а я-то при чем? И начинает сыр-бур длиться 7-8 месяцев, покуда возникает семья. Потом возникла семья, ждут ребенка. Ребенок такой долгожданный, такой хороший, все, и прекрасная семья дальше живет. Но никто же не знает, что ребенок при этом несколько месяцев испытывал ощущение, что я им не нужна. И он рождается, потом родители говорят, что ты сидишь вечно понура, мы к тебе всей душой, а ты даже с нами разговаривать не хочешь, а там такой кладезь ощущения негативные. И вот здесь она попала в идеальные условия, то есть этот мальчик попал в идеальные условия, мама очень любила, ждала. И когда он рождается, это шок, обрезает по виду, полная растерянность, его ложат на грудь мамы, он пьет молоко, и четкая мысль, мама есть, есть жизнь. И так несколько раз повторилось, и он умирает. То есть он пришел во вторую жизнь только для того, чтобы вот здесь, сзади возникла четкая мысль, мама есть, есть жизнь. А в этой жизни, уже шести лет, мамы нету. Мамы нету, а сзади мама есть, есть жизнь. И вот это то правило, на которое выравнивается та предыдущая жизнь, где она ненавидела мать. Понимаете? Вот, Саня Славович, я пришла, не знаю, вот, я не могу понять свою миссию. Говорю, вы о чем? О том, как зарабатывать деньги или с какой задачей души вы пришли? Ну, хотя бы, как зарабатывать деньги. Если зарабатывать деньги, делай то, что тебе нравится, или то, что тебе приносит деньги. А если ты говоришь, то давай заниматься практиками, ты все поймешь. И вот сразу видно, зачем ты пришла. То, что там она, кем она делает. Она пришла со своей задачей. Вот, и когда я сказал, что проблема, то она до сих пор не решена. И когда мы увидели объем, и она это все увидела, то тут же сопротивляет. Ты же увидела, не я, я же это ничего не вижу. Я же не могу сказать это, пойдем с тобой сейчас в столовую, и я покушаю за тебя и за себя. Вам от этого же легче не будет, если я хорошо наемся, а вы будете голодны. Здесь метод такой, что нужно просто брать и самому каждому работать за себя. То есть, никто ничего не сделает за кого-то. Вы пришли. Единственное, что вот эти инструменты не помогают в этом разобраться. А если мы представим, что какой-то человек не верит в то, что были до этого в предыдущей жизни, как ему можно объяснить вот этот феномен, который происходит в этом случае с девушкой? Вы знаете, я абсолютно этим вопросом никогда не занимался, никогда никакие пришлые жизни не верил и не знал. Я просто столкнулся, я сначала был в растерянности. Я не знал, что делать. Я делал вид, значит, хорошую мину при плохой игре. То есть, я делал вид, что я спокойный, но я был полностью растерян, я не знал, что с этим делать. Я, ну, благо, есть интернет, залез, там, там, там. Наука не признает, религия христианская не признает. Я работаю со священниками, очень нравится метод, открывает прошлую жизнь. Это же не я ему открыл, это он сам. И он сразу от меня уходит, как от какого-то дьявола вроде бы. На самом деле, нет, надо очень четко понимать, что наша душа, она вечная, она проходит очень-очень много, школ. Вот смотрите, вот простая вещь, вот как верить или не верить. Я думаю, если человек начнет работать и сам попадет в это прошлое, и это прошлое отработает, и в этой жизни все поменяется, этот лучший способ верить или не верить. То есть, на практике это осуществить и попробовать, как это выглядит. Я вам приведу пример. Очень красивая, мудрая женщина, замужем за очень богатым человеком, у нее полно своих идей. И муж, так как он ее очень любит, поддерживает ее. И они запускают ее проект, она все это охотно делает, все-все-все идет хорошо, блестяще все. И вот завтра уже все, конечный результат, то есть, вот последнее действие. Она говорит, все, я этим заниматься не буду. Я говорю, как? Мы уже все сделали. Завтра просто получить дивиденды. Особо нет. Нет, я этим не буду. До истерики, понимаете? Он в растерянности. Ну, будучи опытным человеком, все это как-то сгладил, объяснил, может быть, ее плохим самочувствием. Все это как-то замяли. И проект закончился. Но проходит время, у нее бурная натура. Она опять начинает, но уже совершенно другое действие. И он опять поддерживает, потому что он ее любит. Разворачивается, доходит до результата. Нет, я за ним. И он в шоке. Что это такое? И так, каким образом она попадает ко мне? Потому что, просто, по-другому они никак не могли решить вопросы. Мы сделаем поиск. И эта проблема лежала очень-очень далеко. То есть, столько мы там, жизни разных, это неинтересно. Проблема лежала тогда, когда ее душа была душой цветка. И цветок, расцветал. И вот, 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 еще 2-3 секунды, и он полностью раскроется. И его миссия воплотится в жизнь. Подошла какая-то морда, сожрала. То ли корова, то ли еще какой-то. Это такой стресс. Вот, все уже завершается. И вот этот, вот этот мощный стресс, он лежал, и работал на нее тысячи воплощений. А как это выявили? Как поняли, что она была тем цветком? А мы... А, вот, очень интересная тема, сейчас расскажу о том. Очень интересно. Смотрите, если логика, она работает, вот так, как мы с вами сейчас обсуждаем, то душа наша, она не понимает логику. Она работает через вибрации. Поэтому, допустим, если вы до 6 лет разговаривали на украинском языке, надо поиск делать на украинском языке. А если на турецком, то на турецком. Хотя вы сегодня можете в совершенстве разговаривать по-русски. И тогда поисковая фраза является вибрационным ключом. Ну, например, вот я работаю с девушкой, не могу выйти замуж, да? И вот это не могу выйти замуж, это тот вибрационный ключ, который надо найти, где он лежит. Вы закрываете глазки, я обращаюсь к своей душе и прошу по вибрациям слова, отражающих мои проблемы, показать истоки этой проблемы. И с закрытыми глазами начинаете повторять, не могу выйти замуж, не могу выйти замуж. Чем дольше вы повторяете, тем лучше вы входите под сознание. И нигде этот ключ не находит себе места. Потом щелк и вошел. И вам выдалась другая фраза. Вы открываете глаза, записываете эту фразу. То есть вы перешли на другой какой-то этап. Пошла с другой фразой, с третьей, с четвертой, с пятой. Сколько фраз? Неизвестно. От трех до тридцати может быть. И вдруг на каком-то этапе щелк, и пришло мощнейшее же, как вы знаете, как молния бресло. Четкое озарение. И вы помните, как вы были цветком, и вас сожрала какая-то. И какое вы ощущаете. То есть абсолютно точно войдете и попадете в первую причину. То есть не я это понимаю. Это вы сами щелк и нашли. А это происходит со всеми людьми? Со всеми людьми. С одними очень быстро. Если мы начинаем первый раз изучать этот инструмент, я даю его полчаса, понимая, что первый раз многие для того, чтобы найти первую причину, нужно по три часа или даже больше. А я даю только полчаса. Для чего? Для того, чтобы они познакомились с инструментом, а потом даю еще один инструмент. У меня четыре инструмента поиска истоков. Два основных. Какой из них больше вам подходит? Когда вы определяете с инструментом, вы потом тем инструментом, который вам больше подходит, начинаете искать и находите дальше. Но всегда где-то половина группы на первых двух инструментах уже за полчаса открыли все. Понимаете? Остальные будут дорабатывать еще. А потом при использовании многократно этого приема достигается за две-три... Катя, за сколько ты можешь открыть это? За две минуты. За две минуты. Вот есть проблема. Она раз, входит в нее, через две минуты точно попадает. И открывает. А что касается этих способов? Получается, что прошлые жизни это один из способов. Люди могут на другом. Нет, это не способ. Прошлые жизни это те жизни, которые душа проходит в наш опыт. То есть все эти четыре способа они помогают выявить, что было в прошлой жизни? Нет, они помогают точно, точечно найти, где родилась эта проблема. Абсолютно мы не занимаемся прошлыми жизнями. Мы занимаемся проблемой. Вот я сейчас просто приведу какой-то такой пример, чтобы вам было понятно. Допустим, у человека постоянные головные боли. Так. Мы делаем поиск и он видит, это был мальчик, ну сейчас это мужчина. Этот мальчик вышел на улицу или игрался на улицу. Выходит сосед с собакой, так как собака была на мордике, он ее отпустил. Но она разгоняется, подбегает к мальчику, бьет лапами, сбивает ее и горчит над его лицом. Он не укусил ничего, но мальчик получил серьезнейший стресс. Так. И вот этот стресс, развиваясь в нашем подсознании, вырастает и приносит плоды. И вот таким плодом стала постоянно головной боли мигрень. Вот он теперь периодически с этой мигренью воюет, что-то какие-то лекарства пьет, то ароматерапия, то илоукалывание, то какие-то лекарства. Ну, это приносит какое-то время, стресс-то неубрано. И когда он пришел к нам, и мы сделали поиск, и он увидел, прекрасно увидел, как он, где это зародилось, причем с такими тонкостями, с такими подробностями, которых он забыл. Все, мы его убрали. А как убираем? Ключевыми словами, с закрытыми глазами. Час проработал, рассмеялся, срезали, срезали стресс. Определяя, он когда рассказывает о том, как он получил стресс, и тут из-за угла выскочила собака, или тут из двери выскочила собака, и тут выскочила собака. Вот берем эту фразу и срезаем. Все, он тут его корежит, ломает, все, все, и потом он смеется, и все, и все, стресс-то неизвел, он ему уже безразличный. Но в этом случае первая причина была именно в этой жизни, правильно? В этой жизни, а это не имеет значения, где первая причина, она всегда в прошлом. Может быть, в детстве, может, в внутриутробном состоянии, может, в прошлой жизни, может, в животной жизни, может, в растительной, может, в стихии. Кстати, я извиняюсь, что перебиваю, все черты характера, глубинные, закладываются в стихиях. А что это значит? Сейчас расскажу. Если вам нужно изменить какую-то черту характера, нужно опуститься глубоко аж до уровня стихии и работать именно там. С ветром, с водой, стихия ветра, стихия воды, стихия огня. Ой, оттуда все проблемы идут. Оттуда идут все проблемы. Это настолько интересно. Я вам просто расскажу еще один такой случай. Женщина говорит, мы-то работаем с чем? С самыми явными сегодняшними злободневными проблемами. Женщина говорит, меня постоянно используют. Разве это не злободневная проблема? Разве это не проблема для человека, который все время использован? Она попадает в такие ситуации, она рассказывает, мне просто ее жалко. Я говорю, хорошо, давайте исследуем. И начинаем исследовать. И начинаем проваливаться. Одна жизнь, где ее еще использовали. Вторая, где ее нещадно использовали. До древности, до того, как она еще в первобытной семье жила в пещере, и там ее использовали. Проваливались. Животный мир использовали. В растительные использовали. А где зародилась? В стихии камня. Сейчас рассказываю историю. Голливуд отдыхает. Вот я эти истории, когда слышу, сначала у меня уши вянут, потом я к этому привыкаю, когда рассказываю, у вас уши вянут. Но когда вы работаете уже по моей программе, и вы мне рассказываете, у меня опять уши вянут. То есть, историй необыкновенное количество. Женщина увидела себя камнем, таким большим, плоским, очень хорошим, который лежал в тени дерева недалеко от дороги. И этот камень был обалденно удобный для прохожих. Они останавливались, присаживались на него. Некоторые садились вокруг камня, ложили еду и обедали. И в камне такая миссия служить людям. А люди, как боги, для него разные уровни сознания. Вот вы должны понимать, почему я так говорю о камне, как о живом. Потому что у всего есть душа. И опять-таки современная наука доказала, что мыслит не мозг, а мыслит душа. А мозг воспринимает мысли души как свои, но его задача перевести язык мыслей в язык сигналов для нервной системы, выполнить то, что приказывает душа. То есть, наш хозяин, наш хозяин, это наше я, это полевая структура, которую пощупать невозможно. Она мыслит. А почему невозможно? Потому что я вижу, человека завалило в пещере, а в этой жизни сидит передо мной девушка и рассказывает, как ее завалили в пещере. Значит, душа сквозь камни ушла и воплотилась. То есть, для нее нет преград. А следовательно, я делаю вывод, что для души нет таких проблем, как теплота, холод, богатство, нищета. Это чисто скафандная проблема, в которую мы втягиваемся и решаем. И вот эта женщина видит этим камнем, и так как мыслит именно душа, то она мыслит, что у нее высочайшая миссия служить людям, служить, она воспринимает их. По уровню сознания это действительно боги. Для души камня, душа человека, это 8,5 миллионов воплощений их от друга от друга отличает. И тут случается очень серьезный случай. Приезжает какой-то мужик на телегу, выворачивает этот камень, грузит на телегу, привозит, бросает куда-то, обмазывает глиной. И камень становится частью фундамента, на котором потом построили дом. И в камне очень большая проблема. он лежит в этом фундаменте и думает, блин, как меня используют. У меня такая, ну и какая обида для души. У него миссия была. Вот фантастика. Я когда слушал это, я не знал, как этому быть. Но когда мы это отработали, у нее все проблемы исчезли. Это она вам рассказывала? Это она все рассказывала. Это не я рассказываю. Я никогда таких вещей не рассказывал. Когда меня начали рассказывать, я просто в растерянности, говорю, был. А потом я уже так сориентировался, подчитал и понял. Причина, вижу, что никуда не денешься. Это есть. Возвращаясь к этой женщине, которая чувствовала себя использованной, могли бы мы отследить эту же первопричину, да, исток в этой жизни? То есть мог он быть не тогда, когда она была камнем, а именно в этой жизни? Так, когда мы делаем поиск, все начинается с чего? Что вы вспоминаете все события в этой жизни, потом проваливаетесь в прошлое, проходите, потом проходите животное, потом растительное, везде вас используют. И только потом доходите до первопричины. То есть очень бесполезно работать со всем вышестоящим, нужно всегда найти первопричину, родничок, с которого все началось. Это, как Витцин в фильме берет нижний горшок, и все остальные падают. Нам надо найти вот этот нижний горшок, для того, чтобы завалить эту всю структуру. Поэтому вот, ну вот, конечно, когда такие рассказывающие, экзектические истории, оно немножко, человека пугает. Это вот если взять, ну, обычно, вот, я вам сейчас просто расскажу, сейчас пример, вы поймете все. Приходит отец с мальчиком лет 12, говорит, Сэн Славович, у ребенка сахарный диабет. Ну, раз сахарный диабет, нужно найти первопричину, и если ее убрать, то болезнь уходит. Причем, это не имеет значения, болезнь это, самореализация, деньги, или там, не могу выйти замуж, не могу родить детей. Все имеет первопричину. Если первопричину найдешь, убрешь, то есть я так понимаю, что все проблемы лежат в душе, а тело, оно второстепенно, на него как на экран выводится. Мы делаем поиски, очень быстро наталкиваемся в пятилетний возраст, мальчик получил сильный стресс. Так как это было очень-очень давно, лет 15 назад, а у меня опыта не было, я сразу обрадовался, вот, взяли, хорошо, прекрасно срезали, я убедился, что действительно ребенок этот стресс убрал. Я говорю, все нормально, пожали руку, все, и он ушел. Мы приходим через месяц, и говорим, Станин Александрович, понизился в сахаре, но полностью не ушел. Что ж такое? Вот я как набирал опыт. Давайте повторно. Опять делаем тот же самый поиск. Проходим эти пять лет, и он помнит, что он там, но он никак не задержался, пошел подсознание выше. И окунулись, и оказались, знаете где, внутриутробным состоянием. когда папа с мамой, зачастую ребенка, мама была беременная, папа с мамой поругались так, что мама решила сделать аборт. И на полном серьезе пошла в больницу. И плод, этот мальчик рассказывает, видит, как мама идет по больнице, и видит кафельные стены. Он слышит, как мама разговаривает с врачом, врач говорит, ну что ты, милочка, так поздно пришла, в такие сроки аборт не делает, придется рожать. И мальчик остался жив. Но стресс, который он получил, и являлся причиной сахарного диабета. Вы знаете как? То есть можно ошибиться. То есть есть, как слоеный пирог, несколько таких вещей, переходных. И вот покуда мы все это не пройдем до низу, хорошо, когда проходишь сразу до низу, прямо нижний щелк, и все заваливается. А тут приходится вот так долго и долго нудно работать. Поэтому это абсолютно, то есть когда это в рамках одной жизни, это не вызывает никакое сомнение. Но не получается в рамках. Оно иногда лежит далеко за пределами. Что ты доделаешь? Расскажите подробнее про вот этот момент погружения. То есть как это происходит? Человек, что в этот момент делает человек? Что он чувствует? Ну, первое, для того, чтобы... То есть если взять очень коротко и рассказать, как это работает, я говорю, нужно сделать три шага, чтобы решить любую задачу. Первый шаг. Осознать вашу проблему. Допустим, у вас лишний вес. Как вы ее осознаете? Одна скажет, я жирная. Вторая скажет, я беззащитная. Третья скажет, я тяжелая. То есть сколько людей, сколько по-разному осознают. То есть вы находите свой вибрационный ключ, как вас... Эта проблема живет у вас. Через какую фразу? Как вы ее осознаете? А дальше очень просто. Человек закрывает глаза и входит в практику. Я обращаюсь к своей душе и прошу по вибрациям слов, отражающих мою проблему, показать исток эту проблему. И с закрытыми глазами повторяет, я тяжелая, я тяжелая, я тяжелая, я тяжелая, я тяжелая, я тяжелая. Щелк. И видит, в чем причина. Если вам интересно, именно я тяжелая, я расскажу, в чем причина. Да, конечно. Давайте рассмотрим один случай очень подробно, чтобы понимать, как это происходит. Мне интересен сам момент, когда человек с этой жизни оказывается вот этот путь до целого камня. То есть когда женщина поняла, что она была камнем, который был на строке, как она это увидела? Вот я тяжелая, оказалась в этой жизни. То есть доходим до истоков, до родничка. А можем рассмотреть случай, где исток и родничок было именно в прошлой жизни, чтобы понять... Посмотрим это. Давайте вот тогда с этой закончим. Женщина, да? Она видит следующую картину. Значит, она маленькая, годика четыре. Она бегает по комнате, и сидит дедушка, сидит дядя. Папы нету. И дед старый, старый. И он чувствует, наверное, что он скоро умрет. А ребенок молодой останется. Ему так захотелось, знаете, вот в нычонке. И он говорит сыну, посади мне ее на руки. Вот. И младший брат отца берет эту девочку, племянницу свою, начинает садить на руки, а девочка чувствует, что что-то неестественно. Вся напряглась. И в этот момент заходит отец и говорит, она тяжелая. Почему? Потому что, ну, старик немощный, руки дрожат. И вот эта фраза, которая на взволнованность ее легла, и с этого минуты она точно вспомнила, что с четырех лет она начала полнеть. Понимаете? Достаточно нам было срезать фразу, я тяжелая, все, она... А вот этот момент с точки зрения науки, как объясняется, что произошло в этот момент? А вот на взволнованную душу ложится программа, и возникает вот это вот, то, что включает ее. Вот посмотрите, всякий раз, когда возникает волнительное состояние души, и вот эта фраза как острие пробивает. Например, мать заходит, говорит, ты кому ты нафиг нужна? Она взволновалась. Приходит этот муж пьяный, и она, женщина в сердцах говорит, так, ты мне надоел, лучше сдохнуть, чем с тобой жить. Понимаете? Вот в момент взволнованного состояния какая-то фраза пробивает. Вот точно так может пробить, допустим, известие о несчастном случае. Вот люди, которые потеряли близких, я их всегда спрашиваю, а как вы узнали о смерти отца? Вы были рядом, или вам кто-то сообщил? Кто-то говорит, рядом, видел, как он вздохнул и затих, и тогда ключевая фраза будет вздохнул и затих. А кто-то скажет, ой, я позвонила в больницу, было воскресенье. Я говорю, как там, а вы кто? Я дочка, папы больше нет. И вот такая фраза, папы больше нет, это тот удар, через который входит подсознание. Его нужно устранить. Как? Закрываем глаза, и в течение часа она повторяет, папы больше нет. Да, целый час она плачет на взрытый и кричит, и все, но через час глазки светлеют, стресс уходит и снимается. То есть, мы используем, монотонность полностью так воздействуем на психику человека, что она срезается. То есть, мне удалось просто очень грамотно подобрать, исследовать хорошо все тонкости, вот это вот, как в течение часа, еще остается 10 минут запаса и 20 минут сомнительных, прежде чем человек может почувствовать какое-то влияние монотонности на серьезное. Не на уровне сознания, а на уровне уже физического тела. Вот, абсолютно реально можно, работая с человеком, довести его до потери сознания. Я это никогда не экспериментировал, не делал, и приборы показывают, все хорошо, поэтому 60 минут, никогда у нас не было случая, чтобы кому-то стало плохо. А почему может стать плохо, почему человек может потерять сознание? Монотонность так мощно воздействует на психику, что при определенном времени провождения, допустим, вот вы срезали час, срезали, да, потом вам это понравилось, вам так хорошо себя почувствуют, и решили сделать еще одну программу, работать. Проработали полчаса, начал рыдать, и через полчаса щелк, и потеряете сознание. Это так мозг себя защищает, таким образом, просто выключает тело? Это такая нагрузка такая высокая, что он не выдерживает этой нагрузки. Значит, еще раз показываю динамику, первые 70 минут идет подъем энергетики, 20 минут падает, и 90 уже несовместимы с реальностью, то есть вы будете потерять сознание. Что означает подъем энергетики и ее спад? А у нас есть инструменты, которые позволяют продиагностировать ваше внутреннее состояние, в ваш энергетический потенциал. И с помощью этих инструментов, у нас в университете там было несколько видов всякой компьютерной диагностики, есть специалисты, лаборанты и так далее, которые это знают. Я просто пользовался, не вникая в чем суть этих приборов, я занимался другим. Ну вот, и мы, например, проверяли. Да вот, я вам сейчас прямо вот маленькая у нас книжечка есть, здесь на странице, по-моему, 29. Вот вы можете даже здесь очень хорошо посмотреть. Вот смотрите, вот начинаем мы практику, да? И, значит, размер ауры в относительных единицах, аурографии, да? И вот каждый студент, это я работал вот со своими сокурсниками, когда я еще был студентом. Ну вот, возьмем среднее значение всей группы, да? У каждого было до начала практики 1093 единицы. Проработали час, и стало 1459, в среднем, да, меняется. Мы три дня ничего не делали, наблюдали за энергетикой. через три дня стало 1431, немножко понизилось, да, на 20 единиц, но осталось на постоянной основе. То есть, сначала энергетика растет, потом в течение трех дней чуть-чуть падает, останавливается, и остается на неизменное. И вы начали с такой энергетики, поднялись вот так, чуть-чуть опустил, и дальше уже пошли на другую груз. Поэтому, когда вы работаете по этим инструментам, тут многие, многие, видите, исследования, как это все проводится. Вот, это вот в рамках университета, здесь есть рецензии, вот, профессуры, академиков, декторов наук и так далее, понимаете? Скажите, а на что влияет размер ауры? Как это сказывается на самочувствие человека, на его эмоциях, например? Ну, опять-таки, сегодня есть инструменты, даже на бытовом уровне у людей есть этот инструментарий, как это можно замерить ауру. И очень хорошо видно в цветовой гамме, есть аура у человека, как яйцо, к примеру, да? И у вас есть какая-то проблема, ну, и мы эту проблему озвучим какой-то фразой. И берем, замеряем состояние ваше, мы потом эти вот рисуночки можем сюда вставить, показать, значит, вся эта аура как бы разбитая, вот она вся такая, да? Теперь работаем ровно час с той проблемой, которую мы обнаружили, и после срезания делали бы ровно через час, и уже аура, она не занимает всех границ, но она уже сформировалась совершенно другая. Самое интересное, что если по этому пути пойти дальше и на протяжении 10-20 дней каждый день срезать какие-то программы, особенно если у вас есть панические атаки, страхи или депрессия, то через какой-то промежуток времени ваш аура полностью заполнит и станет идеальной. Вы можете представить, что вы сами можете привести, то есть так много говорится об ауре, как ее улучшать. Вот здесь вот мы взяли простую вещь, каждый день, значит, закрываете глазки и задаете себе вопрос, чего я боюсь? Боюсь умереть, целый час работать. На следующий день закрываете глазки, чего я боюсь? Боюсь остаться одна. Работаете с этой фразой. На следующий день, чего я боюсь? Боюсь остаться без денег. Срезали. Прошло 10-15 дней, постизали все страшилки, страшилок нет, ты не знаешь, что боишься, но когда сделаешь ауру, она становится... Жизнь совершенно другая. Жизнь цветная становится сразу. Вот понимаете, жизнь сразу трансформируется. Даже после одного раза человек это видит, сразу глаза меняются. А если поработать серьезно, то это... Ну и даже 10-15 дней мы поработали, срезали эти программы, человеку стало лучше, это не значит, что он решил все проблемы. Это только мы страшилки убрали, а потом давай отношения все. Это такая серьезная... Давайте поговорим о том, если действительно веды правы, и человечество живет уже множество миллионов воплощений, то мы успели столько накопить там грязной грязи, стрессов. Где-то вы были животным, какой-то хищник вас перекусил пополам. У меня прямо на занятиях вдруг такой рев. Почему? Человек вспоминает, что когда-то был животным, и его хищник перекусил пополам. Он такой рев. Причем это так неожиданно все это по ушам ударит, чтобы все вздрагивают. Все, это же лежит под сознанием. Все это убирать, убирать. Это длительная такая работа, но она работа такая мягкая, добрая, спокойная. Это такой... Наоборот, все девизы. Мы работаем как вельможи, мы работаем только лежа. День бежим, три дня лежим. Такие поговорки. Не торопясь, спокойно. Но очень эффективно, очень классно. Мне метод нравится. Людям многим нравится. Дорогие друзья, меня зовут Лосев Станислав Иванович. Я валеолог, практический психолог, академик, доктор наук и автор метода, который называется «Безлогичный метод устранения негативных программ». Почему этот метод называется безлогичный? Обычно, когда психологи работают с какой-то проблемой, они пытаются логикой понять причинно-следственную связь, построить так свою практику, чтобы человек понял, где он ошибается, вышел с этого состояния и так далее. Это очень сложная, трудная работа. И метод, который называется безлогичным, действует абсолютно иначе. Есть проблема, есть к нему определенный инструмент. Таких инструментов на сегодняшний день 34. Работать с ними очень легко и успешно. Вы берете проблему, я вам показываю, каким инструментом, как это отрабатывают, и вы получаете результат. Достаточно сказать, что если вы пройдете таким образом обучение базового уровня на протяжении пяти занятий, это по два с половиной, три часа, вы в совершенстве начнете пользоваться этими инструментами и очень легко будете делать те действия, которые всегда нужно сделать одно и то же. найти истоки, первую причину вашей проблемы, грамотно отработать и получить результат. Я думаю, что вы очень быстро это освоите, научитесь и станете сами себе специалистами в области решения самых сложных задач. Это может быть связано со здоровьем, самореализацией, не могу уйти замуж, не могу родить детей. Всегда есть причины, которые можно найти, прекрасно отработать и получить результат. Я вас приглашаю в мир безлогичного метода, мир изумительных инструментов, которые очень просто, как ложка и вилка, помогают при обеде, помогают решать самые сложные задачи. До встречи! Сегодня поговорим с вами об уникальной технике дыхания, дыхание жизни, которую вы разработали самостоятельно. И у меня сразу к вам первый вопрос. Занислав Иванович, скажите, то есть получается, что техника пранаямы и техника бутейка, они дают одинаковый результат, но просто разные подходы? Да, да, да. Это абсолютно работающие техники. Каждый автор, и если пранаяма, это может быть автор целого народа, или целой такой вот культуры, но каждый эмпирически, мне кажется, в ту пору еще не осознавалось механизм саморегуляции, потому что он открыт только в прошлом веке, эмпирически очень точно нашел по-своему действие, как что должно работать для того, чтобы получить результат. И вот одни через глубокодыхательную практику, другой человек через поверхностное дыхание, но сделал одно и то же, механизм один и тот же. Единственное, что я очень упростил все это до невероятности, то есть до примитивного. Сейчас мы с вами попробуем этот механизм, как это работает на вас конкретно. Я вам рассказывал о том, что новосибирцы с помощью того самого сложного оборудования, которое было на то время у них в распоряжении, сделали подбор, такой замер контрольной паузы. И вот этот замер контрольной паузы выглядит очень-очень просто. Я беру секундомер с нулями, заставляю вас настроиться на то дыхание, которое приятно. Вот такое золотое слово – дышать так, как приятно. То есть в моем методе не надо обучаться дыханию. Я хочу с вами проэкспериментировать задержку дыхания. Очень-все очень просто. Берем обыкновенный секундомер. Вот у меня здесь одни нули. Дальше. Вот чем отличается пранаяма, метод бутыка и дыхание жизни полосевого? Там нужно делать, учиться глубоко дышать, там нужно учиться поверхностно дышать. Я говорю следующее. Настройтесь на дыхание, которое вам приятно. То есть ничего учиться не надо. Если вы настроились вам так дышать приятно, значит, вот это ваше приятное дыхание. Если вам так дышать приятно, если не видимо, не слышно, а вам приятно, все равно вы попали туда, куда надо. А дальше, смотрите, делаем следующее. Я подниму руки вверх, вы вдохнете так, как вам приятно. Опущу руки вниз, выдохните, как приятно. И включу секундомер, вы закроете носик. И будете не дышать столько, сколько можете выдержать. Вы можете потерпеть, но задача бросить нос и удержать дыхание спокойно. Чтобы глаза на лоб лезли, вы все обманули. Давайте попробуем сделать замер. Итак, легонечко носиком, вдохнули, выдохнули, закрыли носик и не дышим до первой трудности. Все. Вот теперь посмотрите на результат. Очень высокая довольно цифра, потому что обычная серия замеров, которая делается с населением, показывает от 15 до 30. То есть у вас самая высокая контрольная пауза, которую можно встретить в повседневности. Но цифра 30 говорит о том, что если вы займетесь дыханием жизни и выйдете на 60, вы уже получите результат в два раза лучше, чем вы сейчас имеете. Ну, а кто сказал, что нужно выходить до 60? Возможно, вы родились с двумя минутами и можно выйти на две минуты, почувствовать себя в четыре раза лучше возможности. То есть, если мы с вами начнем тренировку, я хочу сейчас вам просто провести 15-нотную тренировку от начала до конца, фактически завершите работу с этим методом. Вы будете сейчас тренироваться. Вот смотрите, если я 20 лет занимался методом бутейка и через каждые 5 минут делал замеры, все время разговаривал, вы все время писали, это гигантский труд, то посмотрите, что сейчас произойдет. Буквально в течение одной минуты я вас запущу в практику. Более того, я вообще больше не буду касаться вашего, правильно вы дышите или неправильно, потому что вы всегда потренируетесь только правильно. И в конце мы сделаем повторный замер и сравним. Да, если вы дышали и набрали уровень ЦА2, артерии расширились, кислорода добавились, то ваша контрольная пауза изменится. Мы это увидим для замера. Это замер не решает ничего, так как бы контрольный замер для того, чтобы убедиться, насколько вы правильно тренируетесь. А дальнейшем вы можете тренироваться таким образом. Вы можете ложиться, я вам потом расскажу, как вы будете ложиться спать и прямо лежа в постели такой девиз, мы работаем как вельможи, мы работаем только лежа, подышите 15 минут без засека времени, то есть не засекая время. То есть как? Первое время тяжело, второе время, второй период становится легче, и наконец становится абсолютно легко, пошла зеву, так как только зевнули, вы засыпаете. Все время, часов не нужно. То есть вы будете тренироваться, абсолютно не используя секундомер. Но раз в месяц, ради интереса, вот сегодня 30, через месяц 45. Во, поднялось. И вы будете видеть, как будете подниматься вверх. Вот это все. Ну а сейчас давайте вот начнем нашу тренировку. Она продлится ровно 15 минут. Я засекаю вот 11.37, да, и засекаю время, и мы начинаем дышать. Итак, начинается тренировка таким образом. Настроились на то дыхание, которое приятно, и начинаете дышать так, как вам приятно. Вдох, приятно, выдох, приятно. А теперь смотрите, делаем следующее. Вдох, выдох, как приятно, раз, два, три, четыре, пять, не дышим. И в этот момент, когда я сказал пять, появилась какая-то нехватка воздуха. Дальше, ничего не просчитывая, начинаем работать. Вдох, выдох, до этой нехватки. Интуитивно, держите ее. Вдох, выдох, до этой нехватки. И как только вы начинаете так дышать, сразу появилось, чуть-чуть не хватает воздуха, постоянно хочется глубоко вдохнуть, но вы это можете терпеть. Если терпение урвется, то есть если это для вас сильная тренировка, то вы можете на каком-то этапе медленно, глубоко вдохнуть, выдохнуть и выровнять дыхание. И опять вдох, выдох, до этой нехватки. Вдох, выдох, до этой нехватки. И вот пошла у нас работа. Вот ровно 15 минут мы будем тренироваться. Глазки могут быть открыты, и вы будете тренироваться 15 минут, а я буду рассказывать, что же будет происходить в вашем организме. Потому что показать очень легко, но если вы не поймете, что будет происходить, вы никогда этим не начнете заниматься. Итак, вы дышите, меня слушаете, но у вас идет тренировка. Вдох, выдох, до этой нехватки. Вот смотрите, я вам сразу показываю суть тренировки. Когда вы дышите вдох, выдох, вдох, выдох, вы делаете 20 вдохов-выдохов в минуту. Когда вы делаете вдох-выдох-пауза, какая она, не имеет значения, но она есть. Вдох-выдох-пауза, вы уже 20 не сделаете. Вы сделаете 17, 18, 16. Вот. Если вы слишком понизили, то вам придется глубоко вдохнуть и убрать лишку. То есть, метод сам себя регулирует. Ничего не надо. Если вам тяжело, вы сделаете глубокий вдох. Если вы подобрали правильно, вы все 15 минут выдержите. И продолжаем работать дальше. Что вы должны сейчас почувствовать? Чуть-чуть не хватает воздуха, хочется глубоко вдохнуть и чуть позже становится жарко. Почему? Уровень С2 начнет повышаться, артерия начнет расширяться, вам будет жарче. Вы должны понять следующее. В процессе этой тренировки будет три ровных цикла таких. Первый цикл становится все хуже, 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 хуже. Почему? Вы все время не добираете несколько вдохов и таким образом объединяете насыщение крови кислородом. И уже через пять минут это будет пиковая такая ситуация, когда вам наиболее тяжело. Но через пять минут, а вы же не выдыхаете определенную порцию СО2, уже включается система самогуляции, артерии начнут расширяться. И в этот момент вы пойдете в обратную сторону. Вам будет лучше, лучше, лучше. И приблизительно через 10 минут вы будете чувствовать так, как в начале тренировки. но через следующие пять минут вы выйдете на такой уровень состояния, что вы почувствуете, вау, как здорово. И контрольная пауза ваша изменится. Мы сейчас это все пронаблюдаем. Итак, 38 минут мы начали, сейчас уже 11.40, 2 минуты мы работаем. Будем работать ровно 15 минут. У меня будет вопрос. То есть получается... Сейчас вам разговаривать не надо. Давайте, да, я сейчас буду вам рассказывать, а потом любые вопросы. Знаете, смотрите, давайте поговорим о том, что мы делаем и как это влияет на ваш организм. Если говорить серьезно, то мы самым наглым образом сейчас обманываем организм. То есть мы ничего не делаем, искусственно поднимаем уровень СО2, который естественно поднимается тогда, когда вы увеличиваете физическую нагрузку. Вы увеличите физическую нагрузку, поднимается уровень СО2, артерия расширяется, добавляются кислородные питательные вещества, и все это тратится на ту работу, которая называется, например, бег, трос, соль. А сейчас вы сопите в две ноздри. Видите, ни один мускул не начал работать. Но уровень СО2 поднимается, артерия расширяется, добавляются кислородные питательные вещества. Вопрос, куда это девается? Это называется избыток энергии. И он девается, Сразу залечиваются всякие разные раны, я уже говорил об этом, и очищается организм. То есть, когда вы начинаете заниматься дыханием, любым дыхательным, пранаямом, метод бутейки, дыхание жизни, просто он самый элементарный, самый простой, самый ленивый, то вы начинаете жить так, как живет животное. То есть, на вас все, еще раз повторяю, заживает, как на собаке. То есть, вы начинаете такой процесс очистки, такой процесс оздоровления, который невозможно даже себе представить. То есть, в естественном состоянии это не бывает. Это можно получить только через дыхание. Теперь смотрите дальше. Что мы делаем? Мы искусственно изменили дыхание, и таким образом каждую минуту накапливаем все больше и больше СО2. Вот единственное, что мы делаем, это поднимаем уровень СО2 искусственно с помощью дыхания. Хоть пранаям, хоть метод бутейки, хоть дыхание жизни. Дальше, что происходит? Чем выше уровень СО2, тем шире расширяются артерии. А шире артерии, это значит больше кислорода, больше питательных веществ, значит контрольная пауза была больше. Если у вас было 30, то если вы будете заниматься этим методом, вы постепенно выйдете на цифру 60. Что такое цифра 60? Цифра 60 подразумевает, что в вашей венозной крови такой высокий уровень СО2, в котором не выживает и погибает 30 тысяч разновидностей микробов. То есть, когда вы поднимаетесь на 60, в вашей венозной крови образуется та бронированная дверь, которая называется иммунитет. И которого у 99,9% землян уже нет. Хотя 100 лет назад за счет тяжелого физического труда этот иммунитет у всех был. То есть, почти 70% населения земли 100 лет назад имел иммунитет. Сейчас его нет. Вы не представляете, насколько это важная тема, от которой я говорю. Я изучаю детей, у которых контрольная пауза 5 секунд. Это не 30 секунд, как у вас. 5 секунд этот человек побежал на физкультуре, упал и умер. Вы что, не видели по передаче таких, что на физкультуре ребенок побежал и упал и умер? Понимаете, в чем дело? А я разработал дыхание жизни в игровой форме, когда в детских садиках с детьми будут заниматься в виде игры, и в школу придут абсолютно другие дети. Вы можете представить это? Давайте пока пойдем по вашей тренировке. Итак, если вы достигли цифры 60, и у вас появилась бронированная дверь в виде иммунитета, то ваши артерии настолько мощно расширились, что у вас совершенно другая память, совершенно другое зрение, совершенно другая работа внутренних органов, ну, в конце концов, потенция другая и так далее, если это мужчина. Все возможности. Зачем там виагру эту пить, если надо подняться на 60 и чувствовать себя превосходно в любом возрасте? Теперь дальше. Самое интересное начинается тогда, когда человек выходит на цифру 60. Во-первых, весь организм переходит в кислотные среды, в щелочную, и такого понятия, как рак, вообще не бывает. То есть вы можете представить? Теперь дальше. Ваши артерии и вены начинают зеркально отражать друг друга. Здесь и здесь одинаковое количество крови. Ну, вот если у вас сегодня 30, то артерии в два раза сжаты, потому что мускулатура у них больше, и они выдавливают кровь куда в вены. Вены разбукшие, артерии сжаты, и вот на этой перекосе кровяной системы около 146 проблем у вас может быть. Например, вся носоглотка по поверхности выслана венами. Разбукшие вены – это хронический насмор, табиноиды, полип, геморрой, варикоз. У меня бабушка купила книжечку, называется «Дыхание жизни», и там был мой телефон, она звонит. «Санислав Иванович, мне 70 лет, у меня мощный варикоз. Муж говорит, у тебя эти вот копшуки полопаются, ты кровью истечешь. Что мне делать? Вы тут пишете, что помогает?» Я говорю, да, помогает. «А что делать? Вот дышать. А где научиться? А где вы живете? Там-то и там-то». О, говорит, а далеко вам придется ехать. «Давайте вас по телефону». Я ее обучил по телефону. Вот и «Дыхание жизни». Она звонила периодически мне домой, меня если не было, то отвечала дочь или жена, потому что они знают дыхание жизни. И через два года она вышла на 60. И звонит, такая грустная, грустная. «Санислав Иванович, ну что, вышла на 60, варикоза у меня давно нет, ну и мужа нет». Муж смеялся, говорит, ты что, дурная, ты будешь сопить, бредоздрить, и чего ты, варикоз пройдет. И он, говорит, так надо мной издевался, но я почему-то вам поверил. А что происходит? Чем выше уровень С2, чем шире расширяется отток артерии, идет отток венозной кривоартериальной. На 60 выравнивается, все уходит. Там, где были вены выдутые, такие сначала желтые-синие полоски, потом все это нормализуется. И ноги в 70 лет, как у 10-летней девочки. Вот можете представить себе? Мы же как сразу, ага, вены, надо их повырезать, повыдергивать и так далее. Такая простая вещь. А представьте себе, я работаю с девочкой, которая аденоиды. И ей в 9 раз уже удаляли, и через 2-3 часа они восстанавливаются. А она не может спать. Она спит в кресле, сидя. Она задыхается. Ей 16 лет. Молодые парни на нее смотрят, как дико озираются. И ей как стыдно. Начинаем дышать. Уже к 9 дню аденоиды присыхают к поверхности носа. Любой врач их обнаружит, но они не мешают дышать. И она начинает спать с закрытым ртом, носиком, спокойно. И просыпается здоровая, жизнерадостная. И все, жизнь вернулась. Что надо было сделать? Посопить, две ноздри. То есть очень-очень легко. Мы с вами начали в 38, сейчас в 46, еще 7 минут, и мы закончим тренировку. Видите, я даже не контролирую вас правильно, вы тренируетесь неправильно. Потому что если вы делаете вдох-выдох-пауза, меньше это пауза, больше это пауза, то все равно вы экономите какое-то количество кислорода. И тут, то есть это СО2. И тут мощные такие подвижки, которые предлагает, допустим, Константин Павлович Бутейко, три раза тренировки, жесткие реакции, они нет ни в необходимости. Чем медленнее и спокойнее вы будете подниматься вверх, тем качественнее произойдут изменения в организме. В организме меняются все параметры. Меняется состав крови, меняется запах тела, меняется потовыделение. Все, что хочешь, меняется. Достаточно сказать, что когда вы выходите на уровень контрольной паузы 60, в организме меняется 160 параметров. Ну вот посмотрите, когда я вышел, я шел не по этой методике, потому что ее не существовало, я вышел на 60-ку благодаря Константину Павловичу Бутейко. Вы не представляете, насколько я ленивый человек, и как долго я к этому каракулся. То забыл, то бросил, то опять начал. То есть, если это можно было пройти за 2-3 месяца, то мне потребовалось больше двух лет. Как я рад, что я вышел на эту 60-ку. Если бы вы знали, это совершенно другое ощущение. Это другой мир. Ты даже на деревья смотришь и видишь их по-другому, чем тот человек, который имеет там 30-40 контрольную паузу. Я вам просто приведу один пример, который меня очень потряс, и который заставил меня более усиленно работать. Мы ровно 10 минут работаем. Еще 5 минут, и все, и работа закончена. У меня была девочка, в которой удалили одну легкие. И врачи сказали, не будет ничем заниматься, она погибнет. Ну и таким образом она попала ко мне и начала заниматься дыханием жизни. Мы с ней мучились, потому что она и ночью могла позвонить, и что угодно. Целый год. Но через год с одним легким она легонько вдохнала, выдыхала и спокойно не дышала 60 секунд. Я говорю, все, ты нормальная, ты можешь идти и спокойно жить. Хотя в тебе одно легкое. Потому что ты здоровее тех, у кого 2 легкие. И я ее не видел 2 года. И вдруг встречаю в скверике, и она такая, Станиславович, я такой стресс получил. Я говорю, что такое? Мама стояла, разговаривала с подругой и не видела. Она со стороны подходила, и мама сказала, ну вот, говорит, спасибо Станиславу Владовичу и дыханию жизни. Не было бы этого, наверное, дочка бы давно бы умерла. И она как увидела, она так перепугалась. И пришла домой и начала усиленно тренироваться. Я говорю, тебе 60, зачем тебе тренироваться? А, Станиславович, я так перепугалась. Я такой стресс получил. Я начал. Я говорю, что ты уже 2 года тренируешься? Да. Я говорю, какая же контрольная павла? А я не меряю. Вы же говорите, что замеры не лечат. Я говорю, да, не лечат. Но интересно, кучи изредка раз посмотреть, что-то. Ну, хорошо, давайте померяем. И я ее усадил на садовую скамейку какая-то, достал секундомер с одним легким вдох-выдох. 3 минуты 15 секунд. Представляете? 3 минуты 15 секунд. Я в растерянности. И я говорю, а какие же у тебя ощущения? Потому что у меня 60 как было, так и есть. Это же не 3 минуты 15 секунд. Она говорит, Станиславович, ну, знаете, когда у меня было 12 секунд, мне казалось, что я умираю. Когда у меня стало 60, мне стало жаль всех людей, у которых 30-40 секунд, они как под землей живут. Ну, а теперь, когда у меня 3,5, мне жаль вас, потому что вы не знаете, что такое настоящее здоровье. И меня это так зацепило. Я начал тренироваться. И я поднялся до 110 секунд, но моя матушка лень меня победила. Что я себе придумал? Я говорю, ну, что тут мне 75 лет, я прекрасно себя чувствую. Вот когда будет 90, мне будет хуже, поднимусь чуть выше. То есть это абсолютная правда. У меня есть куда отступать. Я могу подниматься еще выше, выше, выше. Мне не надо глотать таблетки. Вы понимаете, в чем вся прелесть? И вот смотрите, мы сейчас еще 3 минутки закончим с вами работу, да? И очень интересно посмотреть, что же произошло с вами. Как убедиться в том, что вы правильно потренировались. Если вы начали тренироваться так, как я вам пожелал, то вы делали вдох, выдох, паузу, и какие-то количество вдохов, выдохов не делали в минутку. Сначала это вам было тяжело, и вам пришлось на это. А сейчас уже, наверное, спокойно сидите, да? Легко. И сейчас уровень поднимается выше, выше, выше. Артерии расшились, мощное кровообращение, кислорода в крови всегда много. Хотя мы его насыщать стали меньше, но мы, насытив его меньше, доставку увеличиваем много раз больше. И таким образом организм начинает петь. И, следовательно, если сделать замер контрольной паузы, вторая пауза изменится. Как она меняется? Есть три показания тренировки. Первое. Если вторая цифра выше на 2-4 секунды, это называется бархатная. Это самая нежная тренировка. Если вторая цифра выше на 5 и больше, иногда на 30 секунд больше, то это средняя тренировка, это тоже нормально. И третий вид тренировки очень жесткий, когда вы настолько мощно на себя давите, что цифра через 15 минут останется прежней, либо даже понизится. Если такая тренировка... Я говорю, о, человек спешил очень быстро выздороветь. И если такая тренировка происходит, мы ее даже не меняем. Просто вы будете тренироваться не 15 минут, первую недельку, а только 5. И через неделю перейдете на 15-100 минутную тренировку вы прекрасно сможете эту тренировку уже держать. То есть организм к ней привыкнет за неделю. То есть ничего менять не надо. Ну вот, где-то так. Ровно 1 минута у нас остается. Видите, мы 38 начали, сейчас 1 минута. И сейчас, через 1 минуту, я заставлю вас снова повторить замер контрольной паузы. У нас был 30-12, да? И я сейчас сброшу этот показатель. И попробуем сделать повторный замер. Посмотрим, что же с вами произошло. Какую вы тренировку выбрали интуитивно. Итак, готовы? Носиком легонечко вдохнули. Выдохнули. Закрыли носик. И не дышим до первой трудности. Очень спокойно, не торопясь, через силу ничего не делая. Как вы первый раз замерили, так старайтесь все время мерить. 39, почти 40 секунд, да, 40 секунд. На 10 секунд повысилась нормальная средняя тренировка. Я вас поздравляю, вы блестяще освоили метод. И теперь я вам просто совет. Вечером легли в постельку. Перед этим можете читать, можете смотреть, что угодно делать. Но легли в постельку, выключили свет, секундовер вам не нужен. В абсолютной темноте настроились на то дыхание, которое приятно. И начинаете вдох-выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Почувствовали нехватку. И пошли дальше держать. Вдох-выдох до этой нехватки. Вдох-выдох до этой нехватки. Первое время тяжело. Потом становится легче. Потом становится абсолютно легко. И вы начнете зевать. Вот сейчас, когда вы сидите со мной рядом, вы не зеваете. А когда будете лежать в постели, пойдет мощная зевота. Закрывайте глазки, и все дело сделано. И раз в месяц промеривайте до тренировки. Не после, после тренировки будут цифры, у вас и до 60 начнут подниматься через месяц. А вот именно до тренировки. Вот мы сделали, до тренировки было 30. Через месяц вы будете поражены. Будет 40, 45, вот это так. И несколько месяцев выйти на 60-ку, все. Можете бросить, как я, 20 лет ничего не делать и оставаться на 60-ке, а можете пойти еще выше. Я вас поздравляю, вы блестяще освоили метод дыхания жизни, и я думаю, что он вам принесет громадный результат. Я вам очень благодарна, Станислав Иванович. Спасибо вам за то, что вы так хорошо потренировались, просто блестяще потренировались. Если есть какие-то вопросы, готовы ответить. На любое. Конечно, да. То есть, правильно я понимаю, что техника совершенно неважна, сколько секунд мы дышим, сколько секунд мы задерживаем, до первой задержки. То есть я делаю вдох-выдох и до первой задержки задерживаю. У каждого это индивидуально. У кого-то может 2 секунды. И этот замер тоже будет глубоко индивидуальный. Главное, не волноваться потом, правильно вы замерили или нет. А все время делать один и тот же замер, чтобы между первым и вторым замером потом видеть разницу. Вот и все. А что значит один и тот же замер? Это как? А вы можете подержать чуть дольше, а другой чуть меньше подержать. И если взять по приборам и измерить уровень СО2 в венозной крови, то в одно замер будет точный, а вдруг отличаться минус 2, вдруг плюс 2. То есть будет разночтение, потому что это искусственно подобранный, это не является абсолютно точным. Но если вы будете этот замер делать всегда одинаково, то соотнося один замер с другим, если они сделаны одинаковые, вы будете визить разницу в 10 секунд. И вы будете всегда видеть, что да, тренировка идет, все прекрасно, цифра повышается. То есть вот вы заметили, вот я сам себе удивляюсь, это нужно было 20 лет мучиться по 2 недели, по 5 замеров делать в день, чтобы обучить человека правильно дышать по методу Константина Палача-Бутейко. Почему? Там надо было уменьшать дыхание. Здесь вы не уменьшаете. Если вы настроились на такое дыхание, которое приятное, и просто понимая систему саморегуляции, прекрасно ее использовать для того, чтобы сделать то же самое, что про Наяма, что метод Бутейко, только в очень щадящей форме, чтобы не вызывать жестких реакций. Все. Данислав Иванович, скажите, вот во время тренировки я вдыхала, бывает слишком долго задерживала дыхание, да, после выдоха, и хотела сделать глубокий вдох, но я по вашему совету не делала, я как бы продолжала максимально маленький вдох, комфортный для меня, да, вдыхать. То есть если вдруг идет дисбаланс, я делаю большой вдох, ничего, все равно я урегулирую потом это. Если вы выдерживали, значит, такая тренировка вам была по силу, то есть вы ее можете держать. Если вы не выдерживаете, значит, вы создали для себя, для своего организма, вроде бы те же самые раз, два, три, четыре, пять, но вы начали с тридцатки, а кто-то начнет с десяти, и раз, два, три, четыре, пять, он начнет задыхаться. Тогда он то и дело должен сделать глубокий вдох и выдох, приблизительно раз в минуту. И они будут идти приблизительно первые пять-десять минут. Потом рассыливается артерия, и все это останется позади. Поэтому проблем нет. Если вы чувствуете, что вам тяжело, просто глубоко вдохнули, выдохнули. Вы прекрасно все сделали. Вы подобрали очень точную тренировку. У вас высокая цифра. Я сразу сказал, что она очень высокая. И вы поэтому очень легко ее выдержали. У кого будут трудности, просто медленно, глубоко вдохнули, выдохнули, убрали. Это слишком сильную нагрузку. И опять создают нехватку. Проходит некоторое время, опять тяжело, опять грубокий вдох-выдох, убрали. И таким образом автоматически будет идти саморегуляция. То есть эта тренировка подходит людям, у которых и 10 секунд. Даже 2 секунды у кого. Да. И тем, у кого 60, там есть куда расти. Правильно я поняла? Есть куда расти. То есть до трех минут, в принципе, как в женщине. До пяти с половиной минут можно расти. До пяти минут. А может и больше, да? Кто знает. Вот смотрите, если человек родился с 60-ти контрольной паузы, ну, возьмем минимум, да? И на сегодняшний день у вас 30, то за те годы, которые вы жили, вы потихоньку умирали. Потому что сосуды сужали, сужали, сужали. Теперь, занявшись дыханием, и начав их расширять, и вернув к 60-ти, вы абсолютно вернете себя в молодость. И другого способа вернуться в молодость не существует. Вы можете красиво здесь сделать цвет лица, вы можете там какими-то себя взбудоражить такими вещами, которые приносят энергию, энергии там и так далее, да? Но все упирается в кровообращение. Есть мощное кровообращение, это прекрасная память, прекрасное зрение, прекрасное настроение, песня всего организма. На 60-ке никогда не бывает рака. Я не говорю, что дыхание лечит рак. Нет. Но когда у вас 60, у вас уже рака не может быть. У вас среда организма другая. То в этой среде раковая клетка не живет, она помирает. А как это сказывается, как это происходит? А так, что когда вы поднимаетесь на 60, в организме меняется 160 параметров. Среда в организме становится щелочной, не кислой. И все, все. Я просто это все опускаю, потому что это хорошо, исследуя, это не моя заслуга, это опять-таки Новосибирская Академия Городок. Они тщательно все это изучили, все описали. Но почему люди это не используют, меня это удивляет. Потому что вот я вам пример приведу, я же вам рассказал. Вчера поднялся на 1717 метров на вулкан Батур, и я там записал видео для вас специально, поэтому посмотрите, как без... Я же человек ленивый, я даже не делаю регулярных прогулок, я держусь только за счет контрольной паузы. Я все-таки поднялся, сегодня второй, первый день после вчерашнего подъема, у меня нету даже декрепатуры. Настолько организм прекрасно работает. Видите, вот поет. Да. А потом, ну, вот 75 лет, но 30 лет я-то не болею. Нет, нет необходимости. И все тоже благодаря именно этой практике дыхания? Я считаю, что в первую очередь это благодаря дыханию, потому что мощнейшее кроворащение, мощь, ну, 110 секунд, конечно, это хорошая возможность. Я думаю, что когда я чуть-чуть там состариваюсь, я поднимусь еще выше, есть возможность куда-то отступать. А когда отступать можно только с помощью таблеток, то это путь никуда. Денис Леонидович, я благодарна вам за то, что вы поделились такой уникальной техникой. Я думаю, что где-то поделился. Я делюсь с этой техникой уже много лет. Но что я вижу? Из 10 человек, которые осваивают эту технику теоретически, только один выходит на метод и действительно этот метод приносит ему громадное удовлетворение. То есть при всем вашем энтузиазме у меня есть подозрение, что вы можете на 60-е не выйти, потому что это труд. Но я, понимая это, разработал еще интересную такую вещь. Я сделал дыхание жизни в игровой форме для деток. И тогда уже не детки это изучают, а в детском садике воспитатель как культуру физическую, как культуру другую дается. И это делается в игровой форме. Дети играют, им это нравится, и они даже не понимают, как они выходят на 60-ку и становятся абсолютно другими детьми. Не те дети, которые побежали и умерли от перегрузки, а те дети, которые прошмыгнули по всей школе, в 2 секунды освоили все знания, потому что мозг прекрасно работает, и пришли домой с громадной любовью к родителям, потому что у них настроение, они не умирают. У них не контрольная пауза за 5 секунд. Можете представить? Я абсолютно реально работал с женщиной, которая привела внучку Станиславовича «Помогите!» Мы замерили контрольную 5 секунд, под глазами такие синюшные разводы. Я ей подмигаю ребенок, она уступилась на меня, смотрит. А когда мы сделали зарядку, и когда после этой зарядки в игровой форме ей понравилось, сначала она сопротивлялась, вышла на контрольную паузу в 45, вы не видели бы, что произошло. Она тут пролетела по всем коридорам, она уже нашла где-то там сосиску с тестя, бабушка, я хочу кушать, бабушка до этого ей все давала, она даже. Вот. И это совершенно сразу другой ребенок. То есть, все краски жизни сразу на лицо. Поэтому очень бы хотелось не только, чтобы взрослые люди осваивали, сегодня мы сделали такую передачу для взрослых людей, но очень бы хотелось, чтобы эта культура вошла в детские до школьного учреждения, чтобы начали расти совершенно другие люди. Абсолютно технологически это обоснованно. Мы стали физически меньше работать, мы стали меньше двигаться, вокруг техника, вокруг, даже в магазине подняться на второй этаж, везде нас везут, на эскалаторах, на метро, на автобусах, и поэтому мы обездвижились. И вот это можно компенсировать только этой техникой, которую я вам сегодня показал, и которая принесет абсолютно стопроцентный результат. Я наблюдаю в этом мире такую очень интересную закономерность. Люди научились очень красиво что-то рассказывать, объяснять и так далее. Но иногда очень простые вещи приносят больше, чем самые крупные разговоры. И вот то, что это просто, людей иногда отталкивает. Но если говорить серьезно, то народ очень мудр, он говорит следующее. «Все, что просто, то к росту, а что сложно, то с ложью». Поэтому обратите внимание на эту очень простую дыхательную гимнастику, которая называется «Дыхание жизни». Действительно, мы попали в такую ситуацию, когда, обездвижившись, вышли на совершенно другой уровень жизни, возможностей нашего организма. И теперь либо нужно возвращаться к прежней работе с утра до ночи, я думаю, это никому не понравится, либо культурой дыхания, которую можно делать не очень сложно. То есть один раз в день, причем девиз «Мы работаем как вельможи, мы работаем только лежа», подышать несколько месяцев, выйти на норму и получить результат, когда вы ничем не занимаетесь, а чувствуете себя превосходно. Вот это вот то пожелание, которое вам хочу сделать. Возьмите этот метод, выйдите на эту шестидесятку, почувствуйте, как это классно. Субтитры создавал DimaTorzok